Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли, в мире согласии, в обнимку с русским человеком, с россиянами. Они нам не чужие. Россияне это наши люди. От них, правда, мало чего зависеть сейчас. Нас требуют так. Вот мировая цена, сегодня 60, там 62 доллара за баррель нефти. Нет, нам говорят, еще вы должны нам премию дать тем, кто нам продает нефть. И на тонне это 15-16 долларов на тонне. А умножьте на 24 миллиона тонн, какие это деньги? Это приличные деньги. Я абсолютно договороспособен. Но что это за союз? Если мы начинали в товарообороте с ними, мы были в плюсе, то есть мы продавали, у них товаров больше, чем покупали, а сегодня минус 9 миллиардов долларов. И каждый год нам ухудшают, ухудшают, ухудшают положение. Они просто просчитались. Они думали, что я еще раз утрирую, я скажу, дадут мне ключи от склада, и я побегу в Россию. Тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым. Не надо. Мы с Балтики будем закупать нефть. Вот через Латвию мы сегодня уже железнодорожным транспортом поставляем нефть. Второй маршрут мы прорабатываем с Гданьска по Польше. Но надо будет забрать нефтепровод Дружбы и реверсом в обратную сторону поставить Беларусь нефть. Я Путину прямо сказал, на первом этапе, если мы с поляками договоримся, реверсом поставлять по одной из трех. Дружба, три трубы. Она через нас вот тут идет. Будем поставлять на наши заводы. Третье направление, оно опробовано через Украину. Ну и четвертое, это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти, но таким образом произойдет диверсификация поставок. Мы договариваемся с американцами, с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами. Блестяще у меня с ними отношение. Сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена, но качество там нефти лучше. Ну а вообще переживать нечего. У нас отличные отношения со многими государствами. Мы уже сегодня особо не страдаем, что они закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины, чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать, мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и по транспорту автомобильному до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя. Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Но это нам не нужно.